Добрый день, друзья! 29 октября 2012 года вы слушаете нас на частоте 99.6 FM в Москве, либо онлайн на финам.фм. Напомню также, что программа доступна в подкасте. Это целесообразно, если когда вы не каждый понедельник в 11.00 находитесь у радиоприемника, либо у компьютера в онлайн, слушая программу. Так что подписывайтесь обязательно либо на сайте финам.фм, либо в iTunes, набрав Рунет сегодня. Напомню, для тех, кто услышит нас первый раз, наверное, есть такие, что программа – это рассказ о главных событиях, случившихся за ушедшую неделю в области цифрового пространства. Я имею в виду интернет, электронную коммерцию, социальные сети, ну и все то, что с этим связано. Меня зовут Максим Спиридонов, а гости этого выпуска, как обычно, специалисты из области онлайна. Сегодня мы пригласили Петра Драквилидзе, это директор по развитию WebMoney Transfer. Петр, приветствую. Добрый день. И Рината Гарипова, это соучитель Greenfield Project, проект для воспитания предпринимателей, верно? Все верно. Добрый день. Привет, Ринат. Коллеги, для вас, ну и для наших слушателей скажу, что, как обычно, мы выделили три новости, которые станут главными в этом выпуске. Будем обсуждать их подробно. Это случится несколько позже. Сейчас я их расскажу, а в начале программы мы придадимся, так сказать, экспресс-обсуждению, говоря о новостях, которые менее значимы. Так вот, сейчас о том, как некий анонс, что будет сегодня обсуждаться обстоятельно. Первая новость – это продажа Mail.ru группы значительной части своей доли в Facebook, ну и вообще события вокруг Facebook за последнюю неделю. Там много всего на происходило. Второе – это новые попытки Яндекса выйти на международный рынок. Как известно, Яндекс очень крепок в России, однако по миру пока что только начинает свою экспансию. Дай бог начинает, потому что впереди огромная дорога, и как он и пройдет – это вопрос. Ну и третья новость – это запуск новой операционной системы Windows, Windows 8, которая была презентована буквально недавно. Собственно говоря, в четверг вечером, если не ошибаюсь. То, что может проистекать из этого рода, из этого события. Но для начала в экспресс-режиме пройдемся к обычным по новостям, которые не вошли в подробное обсуждение. Итак, Apple представила iPad mini и ряд других устройств. Удалось посмотреть, кстати говоря, Ренат? Видел? Видел. Отчет на Хабре. Так. Ну и как тебе вообще сам факт появления iPad mini? Насколько это меняет будущее мобильных устройств? Значимо ли это? Ты знаешь, Максим, заделал за живое, поскольку буквально неделю назад купил в семью iPad 3. Семью еще не членом. Поторопился. Так, а то есть ты считаешь, что надо было купать именно такой? Возможно, да. Сейчас им пользуется супруга. Думаю, что mini будет у меня в основном болтаться. Mini станет еще одним питомцем в твоей семье. Петра, вам как? Мой любимый девайс до сих пор это Galaxy Tab 7-дюймовый. Именно потому, что это формат пиджака. Этот девайс влезает в любой стандартный карман пиджака и пальто. За это я его очень ценю. Не нужно носить с собой сумку, барсетку и так далее. Я думаю, что я обязательно, когда он появится у нас в продаже, померяю его относительно к своему карману. Если он туда помещается, то куплю. Это классный формат. Его недооценивают. Это вообще вопрос разговора о форматах. Сейчас же фактически мы находимся в поиске оптимальных форм-факторов, которые, видимо, будут сопровождать нас в будущие годы. На ладонник, да, вот как смартфоны меняют свои размеры, толщину, площадь экрана и так далее. Ну, это планшет как новый форм-фактор. Интересно. Посмотрим, что будет дальше. Едем дальше. Rambler запустила модель пользователя. Система, которая пытается угадать пол, внимание, угадать пол и возраст пользователя по его поведению на сайтах Rambler. Но это к вопросу о том, что вообще реклама становится такой вот интеллектуальной, стремящейся построиться под пользователя по полной программе. Верно, Ренат? Могу сказать, что это только здорово. Здорово? Что реклама может аргентировать. Не пугает? Модно этого бояться? Есть один из трендов таких. Типа, большой брат снова за нами следит. Мне кажется, что бояться этого не стоит уже очень давно. Поскольку это наша реальность и это реальность Rambler сейчас. Надо принять и расслабиться. Ну да, с тех пор, как вы попробовали поискать в Яндексе или в Гугле белые тапочки, и вам потом месяц будут на всех рекламных площадках предлагать купить еще одни белые тапочки. Главное, чтобы не грабы. Уже можно ничего не бояться, да. Окей. Орловская прокуратура потребовала закрыть доступ к Википедии, а именно из-за статьи о русском мате, поскольку провайдеры не могут блокировать одну статью, они будут вынуждены блокировать весь ресурс. Какова вам такая история, Ренат? Максим, сложно что-либо сказать. На мой взгляд, случай, к сожалению, не показательный и не уникальный. Очень жаль, что так происходит у нас. Ну, жаль-то жаль. Петр, а не пугает, что прокуратура на местах, вот так вот, особенно учитывая то, что с 1 ноября у нас вступает закон о черных списках, начнут почем зря закрывать Википедии, блок-хостинги? Ну, у нас правовое поле в интернете абсолютно не урегулировано в стране. Сейчас готовятся разные там законопроекты, о которых мы, надеюсь, еще поговорим. Я думаю, что это просто издержки, так сказать, младенческого возраста, понимания интернета в прокуратуре во многих других правоохранительных органах. Ну, то есть это случайный такой вот выплеск? Ну, это флюктуация, да, которая очень, конечно, над которой можно смеяться, но она будет повторяться до тех пор, пока не будут приняты понятные и разумные четкие законы. Когда ждать? Разумные четкие законы. Вот это вот очень любопытно, потому что мы существуем уже сколько лет? 12-15 в парадигме реально работающего потребительского интернета, который расширяется, расширяется. Готовится к внесению в Госдуму закон депутатом Шлегелями, группой его, так сказать, единомышленников. Группой инициативных товарищей? Да. Он оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, он пытается ответить на острые, злободневные проблемы, например, того, кто может заблокировать сайт, кто может разделегировать домен, кто может вносить в этот черный список и так далее. Но там, по крайней мере, на этой стадии столько двусмысленностей и, что называется, византийщины, что это может испортить все впечатления. Такого образного определили. У нас вообще, по-моему, все законодательство российское, касающееся так или иначе островового пространства, оно византийщина. Ну да. Ринат, а тебе как вот история по поводу депутата Шлегеля? Это еще одна новость, которую мы хотели обсудить. То есть, то, что было предложено внести определенные правки в законы, которые урегулируют взаимоотношения виртуальной реальности. Вообще нужны отдельные законы для интернета и отдельные правки, касающиеся именно виртуальной среды? Мне кажется, нужны, потому что это новая парадигма взаимодействия. И взаимодействуют не только люди с людьми, но взаимодействуют и государства с людьми. Соответственно, такие законы, они, конечно же, нужны, Максим. — Бразильские СМИ отказались от сотрудничества с Google News. Это связано с тем, что в поисковой выдаче по новостям Google дает часть текста статей. То есть, фактически забирает какой-то контент и таким образом лишает потенциально то СМИ, которое находится в Google News, трафика. То есть, переходов и нахождения у них поискителей, ну, как следствие рекламных доходов. Является ли это, как вам кажется, тенденцией? То есть, будут ли и в других странах СМИ отказываться от сотрудничества с Google? — Ну, это уже произошло во Франции, насколько мы знаем, да, и там чуть ли уже дело не дошло до Еврокомиссии по этим вопросам. Я бы был очень осторожным в ссоре с Google, но, с другой стороны, СМИ тоже можно понять. Они продуцируют что-то уникальное, а, так сказать, деньги достаются тому, кто танцует с пользователем. Но это же повсеместная тенденция. Это касается и чего угодно, и поиска, и платежных систем, и приложений, и так далее. Кто непосредственно контактирует с пользователем, тот и имеет основную маржу. — Ну, если наблюдали, был довольно сильный скандал в май-июне этого года, связанный с российскими подобными инициативами ВКонтакте, который стал забирать к себе части новостей и фактически создавать такой дайджест внутри себя, агрегируя новости от СМИ и, в общем, фактически не давая возможности пользователю или как бы не предоставляя альтернативу перейти. Или даже так, не было такой необходимости, так правильно сказать, поскольку ВКонтакте забирал саму новость, лишая ее, собственно, рекламы и других вставляющих, которые находятся на сайте СМИ. И вот таким образом фактически лишал дохода СМИ. Был скандал, сейчас эти ведомости очень сильно волновались. Помнишь, Ринанд? — Да, да, я помню. Мне кажется, что хорошим выходом из этой ситуации было попробовать СМИ договориться, договариваться с дистрибуторами контента, в том числе с поисковыми системами. — Ну, пытаются договариваться. Но, видишь, вот, скажем, Бразилии не договорились. Интересно, как там будет дальше. Будут ли... Это вот такой вопрос. Будут ли поставщики контента всерьез воевать и размежевываться с сервисными структурами типа Google, типа агрегаторов? — Максим, не о войне, скорее речь о том, каким образом ту данность, которая сейчас есть, использовать с тем, чтобы не терять те ценности, которые ты хочешь получить, генерировать какой-то контент. — Окей. Игровая компания «Зинга» объявила о первых увольнениях и сокращениях подразделений. Как мы знаем, там у них дела не очень хорошо идут в последнее время. Там сильно просело количество пользователей, выручка. И, в общем, как следствие, упали котировки на биржи. Они недавно вышли на биржу. Не слава богу. Означает ли это, Петр, как вы думаете, что вообще игровая индустрия в социальных сетях чувствует себя неважно? — Да, мне кажется, чувствует. Люди наигрались на новой платформе, и хватит. То есть ведь ничего нового миру они не предложили. Они просто предложили миру поиграть в старые игры в новой среде. Среда приелась, появились новые среды, появились приложения на планшетах и так далее. — Как я люблю говорить, мне очень нравится это определение, может быть, я и злоупотребляю им. То есть игры в социальных сетях оказались в каком-то смысле тупиковой ветвью эволюции. — Да. — То есть они были очень важны в какой-то момент. Они стали мощнейшим драйвером монетизации для социальных сетей, а потом стали терять свою значимость. Так ли, Ринат? — Я, к сожалению, Максим, не владею информацией о том, что происходит в Зинге, но... — Ты в игры играешь в социальных сетях? — Нет, вот представляешь, не играя, но... — Я вот не играю, но правда мы с тобой, видимо, не репрезентативны. — Мы с тобой, да, может быть, не совсем репрезентативны. Могу только сказать, что, наверное, такая ситуация, она оставит больше маневров для студий более мелких. Я не могу сказать, что эта отрасль сильно стагнирует. Скорее, нет. Вопрос, кто будет играть, кто будет, как будет распределяться доля по... — Но при этом, мне кажется, что пользователи, в общем-то, насажались в виртуальных морковках на виртуальных крятках. Более-менее. То есть, по крайней мере, истерия точно прошла, что была по первости. Дальше. Мэйлру договорился о сотрудничестве с компанией LG, установил свой поиск по умолчанию в телевизорах Smart TV от LG. Её недавно такая новость была бы абсурдом. Как это поиск в телевизорах? Что за бред? А сегодня фактически экран телевизора в гостиной, он захватывается полноценно цифровым пространством, верно? — Да. Нет, это не бред. Это попытка тоже что-то понять возможности и, так сказать, прощупать новую платформу. Я поигрался в приложение, которое имеется в смарт-телевизорах. Тут, мне кажется, очень ключевая проблема та, что при отличном экране у телевизора очень слабые возможности интеракции с пользователем, управления. То есть, грубо говоря, с пультом обыкновенным вашим вы никакого поиска, ничего серьёзного, никакого процесса не сможете запустить. — Ну, видимо, всё впереди. Там впереди голосовые интерфейсы, типа, телевизор покажи мне тот. — Да, и телевизор это тот, собственно говоря, показывает. Коллеги, время и стекло, нам нужно двигаться дальше. И через минуту мы продолжим рассказом о том, как Mail.ru, он же Facebook, продавал. И снова доброе утро, друзья. Это Рунет сегодня, 29 октября 2012 года. Вы слушайте нас на 99.6 в Москве или онлайн на финам.фм. Напомню, что мы обсуждаем главные события ушедшей недели в цифровом пространстве. Также напомню о том, что гости этой студии — Пётр Драхвилидзе, директор по развитию вебмани-трансфер, и Ренат Гарипов — соучредитель Greenfield Project. Меня зовут Максим Спиридонов. И мы вместе обсуждаем то, что важного произошло, как уже было сказано, за ушедшие семь дней. Как известно, за триумфальным выходом Facebook на биржу в мае этого года последовало падение. Причем падение вдвое. На последнее время, кажется, актеровки акций Facebook начинают двигаться вверх. Коллеги, на ваш взгляд, сегодня биржевая оценка ведущей социальной сети мира реальная? И насколько она близка к правде? Пётр. Я дело в том, что очень сомневаюсь, что придумана окончательно, или хотя бы ясная, видна модель нормальной монетизации для социальных сетей, кроме рекламной. То есть вот эту рекламную коровку доят, доят, уже и так, и сяк. Но такого прорыва, каким в своё время стала контекстная реклама для поиска в социальных сетях, я не вижу. Да, может быть, они там таргетироваться научат лучше, ещё что-то. Ну, там есть реклама, которая, по сути дела, является полным аналогом контекста, реклама таргетированная. То есть когда нацеливается объявление не в контекст контента страницы, извиняюсь за тавтологию, а в контент личного пространства. Личного профиля, да. То есть это девочка, например, там возрастная планка 16-20, увлекается тем, то и вот это нацеливание от таргет-цель и есть, собственно, вполне себе. Ну, если это, так сказать, экстенсивный путь развития, то никакого великого будущего у акций Фейсбука и других социальных сетей я не вижу. То есть они сейчас оценены, вот сейчас они оценены по справедливости. А может быть, даже и дороже, чем следовало бы. Несколько завышены. Да, да. На сегодня, если не ошибаюсь, там что-то в районе 22 долларов. Да. А выходили они, по-моему, по 38. А что касается сделки по продаже этих акций, ну, ведь никто же не скрывал, что это такая среднесрочная спекуляция, да. Это нормальный процесс, что купили их до IPO, продали, наверное, дороже. Сделки mail.ru группы, да. Ну, как, насчет того, что это спекуляция, ну, в хорошем случае этого слова, да. В хорошем, да, конечно. Я не уверен абсолютно, мне кажется, что это было в том числе и стратегическое вложение, поскольку была куплена довольно значительная доля в совокупности. Тогда еще компания DST, которая впоследствии разделилась на mail.ru групп, российская, и DST Global, ушедшие вместе с Юрием Миллером на запад, унося песню за собой, как говорится. Ну, ладно. Сейчас новость, собственно, о том, как на Facebook заработал mail.ru. Корпорация mail.ru групп продала около 16 миллионов акций социальной сети Facebook. Продажа ценных бумаг совпала с ростом котировок социального сервиса, который был вызван положительной реакцией рынка на очередной квартальный отчет Facebook. Сумма, вырученная mail.ru групп от продажи акций, не называется. По данным Интерфакса, среднерыночная цена акции американской соцсети в октябре составляла примерно 20 долларов, сейчас она до 22 доходит. Таким образом, доход mail.ru групп составил от 320 до 368 миллионов долларов, примерно так. И после продажи акций доля mail.ru групп в Facebook уменьшится с 1,34% до 0,75%. Об этом сообщение опубликовано на сайте лондонской фондовой биржи. Насколько современной, как вам кажется, была продажа этих акций mail.ru? Не поторопились ли они, кстати говоря? Сейчас пошел рост вроде бы как. Так, и вообще зачем они продавали? Какое мнение у вас, Петр? У них же вроде нет ни насадков кэша. Просто зашли, по низкой цене вышли побольше? Мне кажется, да, только это. Ну, вообще, конечно, темна вода в облацах, то есть есть люди, которые разбираются в этом гораздо больше, но мне кажется, что это просто... Просто своевременно купили до IPO, а сейчас продали на волне хороших новостей от квартального отчета. Вот и все. Ринанд, а вообще, как тебе Facebook в последнее время? Насколько тебе кажется, его развитие показывает положительную, интересную динамику? Насколько значимым является ведущая социальная сеть мира для развития всего цифрового пространства? Ты знаешь, мне кажется, что сеть, где есть практически миллиард пользователей... Есть подтвержденный миллиард пользователей, даже больше. Подтвержденный, да. Спасибо. Она, безусловно, не может стоить тех денег, которые сейчас оцениваются. Вопрос, который уже мы обсуждали сегодня, насколько сможет менеджмент реализовать тот потенциал, который в сети есть. То есть она недооценена, ты считаешь? На мой взгляд, это оценка, рыночная оценка слабо коррелирует на данный момент с потенциалом, поскольку слишком много неизвестных в самой системе оценки потенциала. Я боюсь, что никто не возьмется его каким-то образом оценивать. Рыночная оценка – это скорее больше действительно рынок спекулятивный. Ну, это оценка биржевая, одним словом, которая не показывает реальную. Окей. Петр, а вообще будущее социальной сети? Вот мы говорим о том, что там рекламы не очень как-то продают. И вообще, если взять и квартальный отчет, последний у них снова убытки. Правда, при значительном обороте, там 1,26 миллиарда долларов оборот за квартал, что на 32% больше, чем года ранее. Однако 59 миллионов долларов убыток. Это проценты, но все-таки убыток. Все зависит от свежих идей, которые, генерировать которые, к счастью, не моя головная боль. Давайте посмотрим. Платежные сервисы пытались запускать, и они, и другие социальные сети российские не взлетели. Игровые сервисы стагнируют. Нужен какой-то драйвер, который позволял бы удерживать людей с этой социальной сети, бесконечно обмениваться фотографиями, текстами. Ну, наверное, это не для всех. Я верю в то, что такие идеи могут быть. Я вижу, что все социальные сети экспериментируют со всякими внутренними сервисами. Если какой-то из них взлетит и выстрелит, то это, конечно, будет драйвер роста. Но пока, мне кажется, у них у всех такой период осознания себя. То есть, вот где денежка, что дать пользователям, чтобы они удержались. Ну, что дать, кроме медиапространства? Потому что медиаохват – это уже подтвержденный факт. То есть, миллиард пользователей Фейсбука с лишним. Это то, что… Ну, люди посамовыражались и устали. Люди нашли своих одноклассников, поспрашивали, как у них дела друг у друга и перестали спрашивать. Это, к сожалению, такой процесс, который дровишек нужно лисовать примерно в топку постоянно. А вот вопрос, нужно ли совать дровишек? Вот мне кажется, Ренат, что с какого-то момента, затянув в внутренней социальной сети значительное количество пользователей, сам сервис, ну, Фейсбук, в частности, как ведущий социальной сети мира, он получает некую критическую заряженную массу, которая, она абсолютно саморазвивающаяся. Не кажется тебе? Потому что вот я сейчас ставлю перед своим вопросом, вот зачем я веду профиль в Фейсбуке? Я веду это. Я постоянно укладываю фотографии, делюсь какими-то мыслями. Вот убрать меня оттуда, я буду, наверное, не то чтобы страдать, но для меня это часть жизни уже. И нет никаких причин мне оттуда уйти. Потому что иного способа взаимодействия с моими приятелями, которые живут по всему миру, их немного, их там пара сотен у меня всего. Я стараюсь очень ограничивать контакты, хотя я контактный человек, но вот я стараюсь не брать тех, с которыми я не знаком. Но вот эти люди мне интересны, я с ними общаюсь. Другого способа нормально общаться я не вижу. Максим, я не знаю, будешь ли ты страдать, если уйдешь с Фейсбука, я могу сказать, что будут страдать те, кто тебя читает. По поводу подкидывания дровишек, наверное, мы в том числе являемся активными подкидывателями этих дровишек, поскольку мы время от времени для проектов приобретаем рекламу на Фейсбуке. И для меня это определенный показатель, что канал востребован. И я не могу оценить, это, наверное, задача больше Фейсбука, количество таких же людей, как я. Но если экстраполировать меня на целый миллиард, то, наверное, это огромная-огромная аудитория. Ну, что там, собственно говоря, таких людей, как ты, это наши с тобой все знакомые. И их знакомые, и знакомые их знакомых. То есть это на сегодня, если брать Фейсбук российский, это несколько миллионов человек, которые в большинстве своем все-таки довольно активны. То есть мне кажется, и вот этот вопрос, мне кажется, ключевой. Так ли это, что привязка человека к его социальному профилю, выбранной им в социальной сети, особенно если это одна социальная сеть, она с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом его нахождения там становится все прочнее, и фактически неотделим становится он от своего профиля. Это вот альтер-эго, это его оцифрованное я, к которому он очень лично относится, к которому он очень дорожит, и это, в общем, очень серьезная штука. — Есть такое понятие, как churn rate, это динамика отмирания пользователей. Не могу сказать, что все социальные сети не подвержены подобному отмиранию. Например, на своем примере могу сказать, что Twitter я в какой-то момент просто перестал пользоваться, у меня там автоматически новости появляются из Фейсбука. А как раз такие социальные сети, как Фейсбук и ВКонтакте, я думаю, что у них с этим делом все намного лучше. — То есть там динамика отмирания пользователей гораздо ниже? — Гораздо ниже. — Шансов меньше. То есть вопрос, получается, Петр, только в том, как вот эту вот массу пользователей, которая как снежный ком все-таки наматывается, как ни крути, как ее повернуть в еще более эффективный способ понятизации? — Ну, во-первых, я подвергну сомнению тезис о том, что динамика отмирания пользователей продлится долго, то есть в смысле позитивная динамика, которая позволяет самоподдерживаться. Этой статистики мы, например, не видим. Я не знаю, где она публикуется в честном виде. — Это же собственное ощущение с Ренатом. — Ну, есть экстраверты, которые действительно привязываются к своему профилю в социальной сети, а есть интроверты, которые поигрались в это и бросили. Ведь перековать все 7 миллиардов людей на планете в тех, кто будет генерировать какой-то контент в социальных сетях, наверное, нереально. — Вы из их числа поигрались и бросили? — Да, я свои задачи в социальных сетях решил. Я читаю новости в Фейсбуке, ленты читаю. Но я не пишу, и ничего страшного не случится, если я оттуда уйду. Потому что есть альтернативный канал. Начиная от живого журнала, кончая Твиттером. — И да, и нет. Зависит от того, если когда какую-то вашу проблему реально существующую этот сервис не решает наилучшим образом, то уйти легко. Если, как в случае с Фейсбуком для меня, например, понимаешь, что для НИНАТО решает, то есть, когда мы действительно имеем надежный инструмент взаимодействия с своими знакомыми, коммуникации как в одну, так и в другую сторону, получение информации от них и выдача информации. — Ну, это же проблема самовыразиться. Если вам что-то нужно от друзей, вы просто наберете их номер телефона, и все. — Всех разом сложно набрать. — Я бы еще, наверное, добавил, что мы все, наверное, сейчас платим десятки и сотни долларов за различные сервисы а-ля Dropbox и CRM-систему, и нет никаких причин говорить о том, что мы не могли бы часть этих денег заводить в Фейсбук когда-нибудь. — Если и когда Фейсбук захочет нас спросить. После паузы будем обсуждать амбициозные планы Яндекса по выходу на глобальный рынок. Мы продолжаем. 29 октября, напомню, за окном 2012 года. Это Финам.ФМ. Рунет.Сегодня. Программа, рассказывающая о главных событиях ушедшей недели в глобальной сети. Мы звучим на 99.6 в Москве. Онлайн на финам.фм. Наиболее продвинутые из наших пользователей также подписаны на подкаст Рунет.Сегодня и слушают по этому программу в удобное время, не только в прямом эфире, в котором находится эта программа сейчас. Меня зовут Максим Спиридонов. Гость этого выпуска Петр Драквелидзе, директор по развитию WebMoney Transfer и Ренат Гарипов, соучритель Greenfield Project. Коллеги, прежде чем перейти к обсуждению следующей новости, хочу задать вопрос. Насколько сильным и непоколебимым вам кажется на сегодня позиция Яндекса на российском рынке? Ренат. Имея опыт взаимодействия и общения с Яндексом, не возьмусь что-либо комментировать. Безусловно, Яндекс это один из мейджоров на российском рынке, который определяет очень много. Понятно. Петр? Я бы оторвал слово сильными от слова непоколебимыми. Позиции очень сильные, компания замечательная и на протяжении многих лет доказывает делом свою конкурентоспособность по сравнению с Гуглом и другими игроками, но ничего непоколебимого в интернете нет. Это все может уйти за очень короткое время. Но вы наблюдаете, с вашей точки зрения, Яндекс сдает или не сдает позиции под Гуглом? Точно не сдает. Не сдает, держится. Точно не сдает. Не окажется ли их активность на международной арене таким рассеиванием внимания, расфокусировкой и опасностью, как следствие на российском рынке? Здесь, наверное, нужно понимать ресурсы Яндекса, чтобы однозначно ответить на этот вопрос. Известна ситуация с тем, как развивались события в Турции. Насколько я понимаю, там ожидания не оправдались. Далеко не оправдались. И вот по последней новости нужно будет посмотреть. Ну хорошо, сейчас о международных амбициях ведущей поисковой системы Рунета. Российская корпорация Яндекс планирует открыть для иностранных компаний доступ к своему поиску по зарубежному интернету. Об этом сообщил блог издания The Wall Street Journal со ссылкой на основателя поисковика Аркадия Воложа. Предполагается, что сервис будет доступен разработчикам в виде API, на основе которого можно будет создать собственные приложения. Уже известно, что одним из первых пользователей сервиса станет американский поисковик Блекко. В мире существуют только три поисковые системы, у которых есть общемировой индекс. Это Google, это Bing от Microsoft, о которых поговорим, кстати говоря, чуть позже. И, собственно, это Яндекс. Получается, Яндекс решил пойти ва-банк и биться уже в открытую с мировыми лидерами не только на своем пространстве, но и, что называется, поле битвы Земля. Так ли, Петр? Да, ну почему нет? Ресурсы есть. То есть компетенция у Яндекса есть, и совершенно очевидно, что немало проекты, сопутствующие поиску, есть, которые доказали свою конкурентоспособность. Причем есть проекты, которые у Яндекса есть, а у Google нет. Например, здесь Яндекс.Маркет, да, и товарный поиск у Яндекса хороший, а у Google ни товарный поиск, ни кошельки, ничего, связанное с коммерцией, по сути дела, пока не выстрелило, да? Ну, есть при этом. Почему бы, да, не обобщить свою компетенцию на мировой уровень? Им же нужно куда-то развиваться. Какие-то амбиции должны быть у компании, тем более у биржевой компании. Очень хорошо, что они собираются. А вот это хорошая тема. Ренат, на твой взгляд, амбиции Яндекса глобальные, это на сегодня сигнал для биржи, большей частью, или это реально подтвержденные осознанные задачи менеджмента? Потому что ты говоришь, что с Турцией пока не получилось, с Яндекс.Турция не особо выстрелил. То есть это может в том числе походить на желание просто продемонстрировать инвесторам, которые всегда очень сильно волнуются, держать или иные акции той или иной компании, показать, что, братья, все хорошо, мы, смотрите, развиваемся глобально, мы не только на российском рынке, который полон политических рисков, экономических рисков, мы пошли шире. Вот что это такое? Максим, возможно. Как человек, увлекающийся большими идеями и понимающий, что только большие идеи могут объединять людей, в том числе сотрудников, хорошо мотивировать, я могу с большой вероятностью предположить, что глобальная задача мирового масштаба для Яндекса – это некая реинкарнация духа компании, которая может ее вывести на новый уровень по самоосознанию и по тем целям, которые ставятся. Яндекс – это большое количество сервисов, как говорил Петр, и очень здорово, что появилась вот такая задача глобальная. То есть Яндекс сказал, будем биться с Гуглом на его поле? Да, я считаю, что это ни в коем разе не биржевая игра. Яндекс еще не ведет себя так, как старички там рыночные, типа Яху, которые к каждым квартальным отчетам какие-нибудь придумывают новости, да, красивые, поддерживают акции. Нет, мне кажется, что они еще не ставят телегу впереди лошади, что сначала лошадь, а потом телега. По поводу Яху, действительно, вот мне вспомнилась почему-то цитата из Грибоедова «Горе от ума, Петрушка, вечно ты с обновкой, с озодранным локтем». Вот эта вот обновка каждому квартальному отчету Яху, ну, это, конечно, жестко звучит, и не хочу ни в коем случае обидеть менеджмент этой компании, но вот всякие рассветки, что-то у них появляется, и, да, действительно, последний квартальный отчет Яху – огромные прибыли, за счет чего? За счет продажи доли в китайской Alibaba Group. Окей, значит, по поводу вот этого вот индекса, поискового индекса, индекса Яндекса, я правильно сказал, чтобы этот, как в скороговорке, не прозвучало слитно, значит, по поводу поискового индекса Яндекса, который может быть представлен другим поисковикам в мире. Вот вообще эта тема, которая является главной в нашей новости, она перспективна. Мне сдается, что особо-то никому уже в мире не нужно выдавать поисковый индекс, ну, чего ради? Если есть Google, если есть, ну, Bing, в конце концов, ну, есть какие-то локальные поисковики, которые, может быть, иногда для каких-нибудь особо специальных языков ищут, ну, более точно. Ну, вот в новости сказано, что пользователем будет американский поисковик, который какие-то частные задачи поиска решает. Мне кажется, что очень правильная стратегия – выдавать свой глобальный индекс не сразу энд-юзеру, да, то есть кастомеру, который миллионы могут получить и оценить, а действует через какого-то, значит, ну, по сути дела промежуточное звено, то есть такая модель B2B. Когда, в общем-то, бренд Яндекса не пострадает из-за того, что будут выяснены какие-то недочеты или там неполнота, да, или какие-то проблемы с этим поиском, но в то же время какое-то более-менее массовое тестирование, да, через бизнес-партнеров типа Black можно получить. Это очень разумно. Black, кстати говоря, является, то есть Яндекс является акционером Black, поэтому там еще связка такая есть на уровне корпоративном. Что хотел добавить, Ренат? Да, Петр, согласен абсолютно по поводу бренда. Хорошая мысль. Добавлю, что это же прекрасная бизнес-модель, когда у тебя есть технология, когда у тебя есть компетенция фокусироваться на коммерциализации и на получении дополнительных доходов, используя эту модель и масштабируя ее по географическому признаку, а не залезать в ритейл, в B2C-сегмент, размывая свои ресурсы и сталкиваясь с тем, что придется компетенции лишние нарабатывать. Ну, это классическая модель для интернет-бизнеса сегодня, для интернет-сервисов, по крайней мере. Многие, к сожалению, этого не понимают. Преуспеть локально, или даже так, выбрать ту концепцию, которая масштабируема на мир, преуспеть в этой концепции локально, желательно в своей локации, которую ты понимаешь глубоко, ну, ментальность пользователя, а затем это дело вывести в локации другие географические, языковые локации, если брать чисто сервисы, не привязанные к физическому миру. Таким образом. А по поводу турецкой версии Яндекса, Ренат, ты что знаешь? То есть я, например, в курсе, что там какие-то слухи доносились. Работает офис, работает, ясно, что полноценно турецкая версия Яндекс.ТР.КОМОС, не ошибаюсь, она имеет адрес. Знаю, что турки полюбили Яндекс.Метрику, сервис аналитики, веб-аналитики. А что ты знаешь еще? Ты знаешь тоже на уровне слухов. Соглашусь, наверное, по поводу больше, скорее, БИТУБИ-сегмента, а-ля пользу не метриками и прочими. Если говорить про основную массу пользователей, то все-таки в Турции Яндекс далеко не лидер. Ну, собственно, если можно, я продолжу. Аркадий Улыш в одном из своих интервью описывал, что ситуация на многих рынках поиска в разных странах выглядит так, что примерно 60% занимает лидер, процентов 20% занимает игрок номер два, а все остальное делится более мелкими игроками или какими-то вообще там, ну, выходящими из тренда случаями. Вот именно о 20% он и говорил, ставя такую цель, первую на рынке тех стран, куда Яндекс собирается выходить. И мне кажется, что ничего драматического там про Турцию еще нельзя говорить. Совершенно не так много времени прошло, чтобы бить колокола. Да, ведь Гугл 20% российского рынка отвоевывал, мне кажется, довольно долгое время. Ну, вы знаете, я сейчас по Яндексил в Яндекс браузере и новость декабрьская, это тысяча. О, так это годовая новость, давности новость. Давайте я еще немножко по Яндексу. Хорошо. В общем, ожидать ли, вот такой вопрос тогда, ожидать ли, с вашей точки зрения, Петр, Яндекс Финляндия, Яндекс Болгария или все-таки Яндекс пойдет иным путем, ну, так или иначе, пока что остановив стратегию инсталляции региональных офисов, а пойдет вот как сейчас он наметился, то есть выдавать свой API и заходить через других игроков, как вот сейчас он заходит через Блекко. Ну, американский рынок, это англоязычный рынок, а Болгария и Финляндия, ну, понятно, что вряд ли Болгария и Финляндия станут какими-то приоритетными целями, хотя бы только потому, что там слишком мало населения, но если взять какую-то другую большую, не англоязычную страну, то без адаптации языковой к местным реалиям, мне кажется, поисковой системе делать нечего. Ну, они в Турцию потому и пошли, что у них была экспертиза, как это модно говорить, в области языков тюркской группы, они работали для Казахстана, и как следствие пошли на Турцию как довольно большую экономически развивающуюся страну. Значит, будут нарабатывать компетенцию в других группах языков. А каких, кстати говоря, интересных, потому что на сегодня получается, что есть группа славянских языков, которой Яндекс молодец, несомненно, и везде, где можно, но он вошел так или иначе активно. Можно подтягивать Украину, конечно, но он... Ну, если вы, допустим, ставите такую задачу мне, то я исключил бы Китай по понятным причинам, исключил бы англоязычные рынки, такие как Киньи, а дальше смотрим, что у нас дальше. Дальше у нас Индонезия с 245 миллионами населения, дальше у нас Бангладеш громадная. Я даже подумал, Бангладеш, но она же бедная, как церковная мышь. Ну, надо рано выходить на рынок, тогда к тому моменту, когда там будет какой-то прогресс, то можно будет и зарабатывать на поиске. Это Юго-Восточная Азия. Ну, это Юго-Восточная Азия, наверное, в первую очередь, и Латинская Америка. Кстати говоря, туда уже наши смотрят. Вы наверняка знаете, что там компания «Османов-партнеры» давно копает во Вьетнаме, создавая поисковую систему местную, еще до Яндекса придя. Ну, действительно, там есть страны Таиланд, Камбоджа. Камбоджа маленькая, Таиланд 66 миллионов населения, Вьетнам 91 миллион населения. Да, там все эти люди... Есть мнение, что ни у одной поисковой системы из числа глобальных нормальная локальная адаптация не сделана. То есть... Да, в общем-то, есть одна только глобальная поисковая система. Ну, Бинг себя тоже таковой считает. Google, а Бингом пытается казаться. Ну, вот, если мы поговорим про Windows 8 сегодня, то это, в общем-то, шанс на продвижение Бинга. Совсем коротно осталось 50 секунд. Хотел бы затронуть еще одну новость, касающуюся Яндекса и его развития. На прошлой неделе был запущен аналог американского сервиса Square Яндекс.Деньгами. То есть, такой вот некий платежный агрегатор, который вставляется в мобильник, маленькая приставочка к смартфону, и через него можно платить картой. Он сейчас тестируется. Совсем коротно, как ты думаешь, это будет неким драйвером развития Яндекс.Денег, вот эта вот система для платежа картой? Или это некий побочный сервис? Мне сложно что сказать по этому поводу. Я пока не вижу у себя в своей жизни модели применения подобных устройств. Могу лишь добавить, что сейчас только в России ведется, наверное, с десяток подобных разработок. Окей. Через минуту мы поговорим о громкой, а может быть, даже и судьбоносной премьере от, не боюсь этого слова, великой и ужасной компании Microsoft. Между тем мы продолжаем. Это Рунет сегодня, 29 октября 2012 года. Мы звучим на 99.6 в Москве либо онлайн на finam.fm. Напомню, что меня зовут Максим Спиридонов, а гости этого выпуска вместе со мной обсуждающие события ушедшей недели в области интернета это Петр Драквилидзе, директор про развитие WebMoney Transfer и Ренат Гарипов, соучредитель Greenfield Project. Настало время говорить, наверное, о главной премьере ушедшей недели, старте Windows 8. Но прежде задам вопрос, который часто задаю в этой студии гостям ее. Коллеги, верите ли вы в то, что Microsoft сможет догнать уходящий поезд и полноценно включиться в конкуренцию с большими уже стоявшимися экосистемами Apple, Google, Amazon, Facebook? Как думаешь, Ренат? Я думаю, что сможет. Мой карман проголосовал за коммуникатор на Windows 7. И он доволен? И карман доволен. Ага. А ваше мнение, Петр? Я тоже считаю, что шансы у Microsoft совершенно ясные и неплохие. Я у себя на десктопе поставил Windows 8. И, в общем, сейчас буду рассказывать больше положительного. Потому что у Рената есть опыт взаимодействия с Windows Phone 7. Я так, как говорят, Ленина видел. Видел на стендах только это дело. А вы так всерьез, оказывается, уже потестировали. Итак, послушаем про премьеру новых Windows. Компания Microsoft представила новую версию операционной системы своей Windows. Новую операционную систему Windows. Это вот надо будет потом переписать, Данил. То, что я сейчас читаю, это потом будет звучать дикторским голосом, поэтому не страшно. Программа, получившая название Windows 8, кардинально отличается от предыдущих версий своим интерфейсом, быстродействием, а также встроенными облачными сервисами компании Microsoft. Windows 8 руководители компании еще на этапе разработки называли самым рисковым своим продуктом. В общем, наверное, обоснованно. В новом Windows предустановлены Internet Explorer 10, предназначенный для сенсорного управления, а также файлохранилища Skype Drive и программа пакета Office 2013. Кроме того, по умолчанию у пользователей есть доступ к магазину приложений Windows 100. Удалось, да, как я понимаю, познакомиться с этим делом, с Windows 8, Петр, довольно подробно. Да. Во-первых, у него совершенно замечательный Blue Screen of Death, если раньше это было. Если раньше это было. Синий экран смерти перевезут. Да, да, да. Раньше был такой дамп совершенно убогий и пугающий, то сейчас это какие-то там юмористические замечания. Ну, что, ну, прости, не шмогла. Чарующий экран смерти. Да, ну, если отбросить шутки в сторону, видно, что очень сильно поработали над пользовательским интерфейсом, видно, что поработали над скоростью работы, видно, что Internet Explorer 10 наконец призван сократить отрыв от Chrome, Firefox и других браузеров. Ну, то есть, много было ресурсов вложено, и я верю, что это может выстрелить. А как вообще вот впечатление при переходе, например, я вот потрогав немножко Windows 8 на стенде конференции одной не так давно, у меня было впечатление, что очень сильно меняется модель взаимодействия с системой. И вот здесь такая штука пришло в голову, что если и когда такой сильный переход требуется, такая сильная смена привычек для пользователя, не станет ли это таким вот шаром в пользу Apple, ну, то есть, пользователю, если бы все равно переходить на какую-то операционную систему, новую, то не означает ли это, что проще перейти на красивенький, пушистый Apple, нежели на, в общем, имеющий менее привлекательный имидж Microsoft, Windows 8? Ну, мне кажется, что, во-первых, страхи перехода на новую систему преувеличены, основной момент это вот этот вот стартовый экран, который перестал быть меню, которое выползает внизу слева, а стал целым экраном, где в виде плиток у вас расположены ваши приложения. То есть, рабочий стол вообще исчез? Нет, он остался, но кнопка пуск стала экраном пуск. Я привыкал к этому определенное время, но, когда привык, это перестало вызывать затруднения. А во-вторых, главное-то в том, что Microsoft слишком глубоко врос в нашу с вами рабочую деятельность. Я, например, пользуюсь Outlook, и для меня всегда неприятно экспортировать, импортировать контакты свои, да, и события, ну, то есть, деловую свою активность из Outlook в Android, например, да, для этого нужно ставить еще какие-то приложения, что-то делать. А здесь они обещают совершенно бесшовную интеграцию со всеми, своего вашего рабочего компьютера, с вашим планшетом и вашим мобильным телефоном, и, видимо, это будет важным фактором сохранения пользователей. Ну, это слово, я его очень часто повторяю, но оно, похоже, становится ключевым для работы любой крупной корпорации. Они выстраивают свою экосистему, вот тут то, которое охватывает полностью, или по возможности полностью потребности пользователя и держит его в своих мягких, но нежных и сильных лапах. Так ли? Я бы проще к этому относился. Однозначно, что старые интерфейсы, они уже достаточно давно устарели, и пришло время новых моделей использования тех же самых компьютеров или мобильных девайсов, и я скорее склоняюсь к тому, что пользователя не будут выбирать устройство либо саму операционную систему. Они покупают готовый продукт, и им так же все равно, как при покупке в холодильник, это внутри фреон или фреон с какой-то добавкой. Windows 8 это нормальный уровень взаимодействия с электронной средой и всего лишь. Я бы сказал, что Microsoft подтянулась до, на мой взгляд, до минимально гигиенического необходимого минимума. восьмеркой. Ну, то есть, дальше все будет хорошо? На мой взгляд, да. Дальше у них совершенно равные шансы, по крайней мере, неплохие в конкуренции с основными противниками. Насчет экосистемы тоже правда. Для меня лично, как представителя платежного сервиса, очень важно, что будет с торговцами софтом, ведь очень много компаний, которые торгуют программным обеспечением для Windows, а все это теперь Microsoft App Store забирает под себя, то есть App Store у них тоже появляется. Возникает вопрос, будет ли он полностью закрытым, как это сделал Apple, или все-таки отдушину оставят, как это сделал Google в Android, когда вы можете установить альтернативный магазин приложений. Вот это вопрос, кстати, очень важный, и в следующий год будет интересным в этом смысле. Петр, будем надеяться, что для продавцов софтом это будет волшебным пендерем, который позволит им в текущей ситуации с этой иглы слезть и заниматься более высокоинтеллектуальными сервисами. Ну да, главное, чтобы это не стало смертельным пендерем. Такое тоже возможно. Ну а вообще, кстати говоря, в том смысле похоже, что и переход Microsoft на парадигму использования 100 вот такого централизованного магазина программы приложений центра, откуда скачивает пользователь все это, который диктует определенную ценовую политику, в том числе, кстати говоря, которая уже сложилась, то есть невысокие цены, оно похоже завершает процесс перехода на новую, извиняюсь опять за умное слово, парадигму. То есть, когда пользователь, он ожидает, что все программы у него будут либо приустановлены на системе, либо быстро подкачаны из интернета и встанут, и они будут стоить каких-то небольших относительно денег, получается, так? Я соглашусь. Буквально недавно не потребовался для одной из задач векторный редактор и достаточно было зайти в интернет, узнать, что есть лучше для Mac и купить его, по-моему, долларов за 60. А через пару минут он был у меня. Ага. Доллар за 60, ну, в принципе, это солидная цифра для... Ну, для векторного редактора, которые порой стоили несколько тысяч или несколько сотен долларов, это вполне приемлемая цифра. тенденция того, что все приложения, ну, как следствие приложения, читая программы, становятся такими недорогими, то есть доллар-пять, пять уже, пожалуй, редкость, она продолжится ли? Вот получится ли, что все программы теперь будут стоить каких-то вот таких бросовых денег, Петр? Ну, со временем имеется в виду. Вопрос интересный. Я на самом деле... Ведь много приложений, которые стоят несколько сотен долларов, да, и туда для их создания вложен достаточно большой интеллектуальный труд, и было бы очень большим упрощением продавать их за один или пять долларов, да, там, фотошоп, допустим, и так далее. Но, с другой стороны, если... То есть, будет такой сегмент программ профессиональных, хотя бы... Да, если Майкрософт сумеет сделать так, чтобы повысилось легальное использование софта, да, и будут, грубо говоря, платить не пятьдесят из ста пользователей, а девяносто, ну, тогда, может быть, удешевление нас ждет. Я думаю, что все двигается в сторону покупки не софта как продукта, а софта как услуги, когда приобретается решение конкретной задачи, и не удивлюсь, если через несколько лет это будет либо почасовая оплата, может быть, либо за файл. Ну, одна из главных тенденций развития софта, действительно, это оплата по подписке. Подписался на фотошоп на неделю, на месяц, заплатил пропорционально, и потом все, отписался. Не нужно, не пользуешься, не платишь. И таким образом можно стоимость сделать вполне себе живой, то есть, не сотни тысячи долларов, если говорить о профессиональном софте. А вот еще один момент, который мы не затронули, и который имеет значение вот в этой экосистеме. Связка Майкрософт и Нокия. Вот ты говоришь, у тебя в кармане, который проголосовал за эту связку, гаджет на Windows 7, да? На Windows 7, да, но это не Нокия, это Samsung. Это Samsung. А насколько значима, кстати говоря, связка именно с Нокией, или это не принципиально, и Майкрософт будет выходить на мировую арену работы в мобильном поле, в том числе, и через других не менее значимых партнеров. Мне показалось, что эти двое в какой-то момент совсем аутсайдеров, вот несколько, года два назад они как-то совсем казались аутсайдерами. Да, они спелись и друг друга вытаскивают, причем очень так эффективно. Нет, вы помните, когда Google в Моторолу приобретал, все тоже задавали такие же вопросы, будут ли они там каким-то эксклюзивом пользоваться или нет? Нет, никакие. Хотя, конечно, я вот послушал аутсайдера, конечно, аутсайдер это условное название для Майкрософта и Нокии, относительно тех компаний, процессов, которые находятся в самом авангарде. То есть, относительно Apple, действительно, Нокия чувствовала себя неважно. Сейчас вроде как подтягивается, что наводит на определенные позитивные мысли, поскольку жалко, когда компания с таким компетенцией, с такой экспертизой испытывает проблемы такого характера, как они испытывали. Окей, коллеги, пора заканчивать. У нас осталось буквально несколько секунд. Последнее, что хочу услышать, вот одной фразой, если можно. Петр, впечатление от Windows 8, которое, может быть, что-то запомнившееся, самое главное. Что самое стоящее в этой системе, если таковое есть? Самое стоящее, это видно, что создатели думали над юзабилити. Наконец-то. То есть, они вспомнили о том, что существует интерфейс пользователя и пользователь, который привык к новой парадигме. Да, пять секунд. А мне вспоминаются слова Стива Возника, который сказал, что по ощущениям Windows 7 делали ребята из Apple. Не исключено. Ну, значит, Windows 8, возможно, и те же самые ребята. Будем надеяться. На этом все. Спасибо тем, кто слушал. Это была программа «Роднадь сегодня». Меня зовут Максим Спридонов. Слушайте нас каждый понедельник. Пока.